итак ладно ребят давайте начнем всем привет добро пожаловать надеюсь слышно видно нормально давайте продолжим гонять нашего и чабана яку за 8 или лайка dragon 8 или рюк 5 8 до 3 названия и на прошлом стриме мы остановились там том что наконец-то открыли классы наконец-то нас появился четвертый персонаж факти и мы можем заниматься сайдами сегодня мы будем заниматься всеми сайдами которые данный момент доступны на карте и мы можем пройти там еще есть несколько утром которые сейчас мы не можем выполнить но их оставим так что ребят впереди сайды фарм и всякое разное я думаю все сайды у нас займут но стрима 2 как минимум потому что тут где-то штук 10 по-моему как бы все зависит от того насколько они длинные так что погнали ну и да стандартное напоминание ребят я напомню в сотый миллионный раз значит сама на всякий случай чтобы мне не писали гадости в комментариях русский язык не мой родной я учил его сам поэтому я не умею хорошо читать но буду стараться вам было приятно плюс сделал все возможное все погнали да кстати вот это одна из достопримечательностей для нас лучше учитывая что они вот так отмечены довольно легко сможем и все найти мы с девушкой договорились встретиться здесь перед свиданием но она не пришла думаю я никогда не по-настоящему не нравился почему это мне напоминает а вот и она ребят сколько еще его ждать я даже надела шляпку которую он мне подарил а я могу им как-то подсказать так и захочет поесть мы можем накормить кису чипсами серьезно привет астер отлично ребят кормить кошек и собак чипсами не самая лучшая идея да они как будут это и есть мы тоже это едим но это не самое здоровье да так не делать это пожалейте песика я могу сказать это мужику что пьян там к сожалению не могу им сказать ну ладно так погнали к вестру ну что о том окон куда теперь двинем что-то я жрать захотел айтян как насчет локо-моко о да люблю локо-моко я за тут как раз недалеко его готовят блин ну что за свиньи кстати на вид на гавайях мусорить нельзя по закону надо им замечание сделать эй дружище мусор надо в урну и дать вообще-то чего один нахрен старика это вообще не мое я такое не пью что ты сказал да забей на этого придурка идем тумаку эй куда пошли а ну убирайте за собой ой нет это тот о господи ребят вы его помните обнаружен мусор обнаружен мусор а что за нахрен о это же тот гигантский пылесос Соджимару то есть это значит а узнаю эту чудаковатую прическу лорд Кусто это же ты ну ничего себе профессор Окито профессор Окито когда-то изобрел ставший популярным маленький робот-пылесос и назвали его Соджи а потом стал работать над таким же только здоровенным хотел пропылесосить всю Йокохаму ясное дело при первом же испытании Соджимару взбесился мне ее расслабляющая музыка до сих пор в кошмарах снится ничего себе куда тебя занесло ты здесь в отпуске? а можно и так сказать а вы что здесь делаете док решили отправить Соджимару на вечный покой в райском уголке? если бы со дня нашей последней встречи я только и делал что работал над моей милой Соджимару недавно одна американская компания заинтересовалась моими разработками и выделила мне финансирование так что теперь я коротаю дни здесь на солнышке и заодно совершенствую Соджимару а что неплохая сделка Соджимару наверное уже готова к дебюту на мировом рынке но на вид она по моему вообще не изменилась и та жуткая расслабляющая музыка наверняка никуда не делась ай-яй-яй-яй-яй-яй и Белли не знает что внешность не главное лорд Кусто важно то что внутри дрога между нами я уже на пороге грандиозного прорыва мы устроим революцию в мире ИИ пылесосов а что такое ИИ это значит искусственный интеллект Соджимару учится думать сама скоро она станет такой разумной что сможет потягаться с человеком даже не верится что такое вообще возможно то есть Соджимару будет соображать так же как мы с вами? ИИМЕННО! Я называю ее умной моделью Соджимару больше того она будет оснащена настоящим мусоросжигателем скоро она научится обнаруживать скопление мусора а затем мгновенно его сжигать и все без постоянной помощи а еще она сможет печь на своем мусоросжигателе блинчики чего? ого ничего себе как ты поумнела Соджимару хотя мне не особо хочется блинчики мусоросжигателя ну это Соджимару пока ничего подобного не умеет это вся та же модель которую ты видел в Юкухаме и да видишь ли когда я закончил писать для нее новый год на рынке начали начался страшный дефицит полупроводников цены цены на них подскочили до небес и моих сбережений оказалось недостаточно понимаю в жизни всегда так то одно то другое я успел урвать несколько микросхем для Соджимару но все они пошли на ее функцию в воспроизведении музыки из интернета эх я по-прежнему не догоняю нахрен такие функции пылесоса лорд Кусто я хочу обратиться к тебе с просьбой дай-ка упадая вам опять нужны деньги ты как всегда проницателен лорд Кусто мы с тобой впряем на одной волне ну может быть а сколько вам нужно дай подумать пожалуй на новый прототип уйдет еще три тысячи долларов о три тысячи ну да понимаю расходов у вас много когда я закончу работу щедро тебя вознагражу и кстати мне не нужна вся сумма сразу вносив хлад по частям как появится возможность хорошо будут вам деньги вот спасибо спасибо тебе я почти все время провожу здесь как появятся лишние деньги приходи ко мне договорились ну до встречи да приятно его снова встретить со своим пылесосом ну вы поняли нам понадобятся деньги этот вес надолго так привет привет ребят всем так ну слушайте ну у нас есть косарь 200 давайте алоха лорд кусту хочешь нести свой вклад в развитие саджимару кстати а мы как его переводили с японского в первой части как бы тут его на русском лорд кусту перевели а мы кто-нибудь помнит надо запись пересмотреть хочешь нести свой вклад в развитие саджимару нам нужно собрать еще три тысячи я буду рад любой сумме совсем не помню я вот тоже как-то а понятно короче ребят ну давайте 500 баксов отдадим вот пожалуйста примерно облагодарен скоро мы совершим прорыв в области искусственного интеллекта осталось собрать всего две тысячи пятьсот хорошо мы справимся и раз а это неважно так ой не я случайно так ладно тогда тут нам нужны деньги когда будут тогда и будут пойдем торговый центр сюда блин мне придется сделать круг так 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 музычку Ну, окей, прокачели от машины. Так, гача-билетик для сузимонов. Кстати, гачи тут не крутили. Да, ребят, тут есть гачи. Так, тут у нас два квеста. Ну, начнем с первого. Что тут происходит? Какие-то съемки идут, что ли? Простите, то Донизия. Видите ли, мы арендовали весь торговый центр, чтобы снять новый выпуск нашего шоу для японского телевидения. Так вы из Японии? Наверное, ваше шоу популярно, раз вы снимаете таким размахом. Так и есть. В нашей стране его многие смотрят. Называется «Побег из анаконды». Да, вы наверняка о нем слышали. Ушло огромное количество поклонников. Раз в году мы арендуем торговый центр «Анаконда» и устраиваем для знаменитостей этакий грандиозный квест «Побега». Хм, никогда не видел. Но раз уж шоу такое известное, может, стоит глянуть? Как-нибудь посмотрю, да. Да, посмотрите. Мы как раз начинаем съемки эпизода из «Народа». Кстати, участникам может кто угодно, но нужно пройти строгий отбор. И в этом году у нас очень крутой герой. Его прозвали «Мистером Анакондой». Он так предан делу, что даже построил у себя на заднем дворе тренировочную площадку, чтобы как следует подготовиться. Ого, он в серьезный подход. Что? Да вы шутите. Камоото-сан отказался от участия? И вы сообщаете мне об этом за пару секунд до начала съемок? Эпизод со знаменитостью запланирован на следующую неделю, и графику уже не поменять. Нет, но я же не могу. Повесили трубку. Вот черт. Имадо-сан, что там стряслось? О, уништи. У меня паршивые новости. Насчет Камоото-сан, который должен участвовать в эпизоде из «Народа». Мистер Анаконда. Мы как раз ждем его, подначай съемки. Ага. Вот только его не будет. У бедняги приступ. Подагры. Пшистки вздулися. Размера с мяч для гольфа. Что? О, черт, значит, мы остались без героя. Ох, как не вовремя. Ага. Вроде как все из-за того, что он без остановки трескал креветки с пивом с тех пор, как сюда прилетел. Вот тебе я и преданность делу. Печально. О, ладно, ничего не поделаешь. Надеюсь, Камоото-сан поправится. Но мы не можем его ждать. Нужно найти замену. И срочно. А, это кто такой? А, этот мужик, он просто мимо проходил. Я ему немного рассказал, прошел. Явно не знаменитый. Во всяком случае, я его не знаю. И в хорошей форме. Слушай, а это идея. Ах, весным. Ну давай попробуем. Эй, не хотите поучаствовать в побеге за анаконды от народа? Я? Ну да. Погодите. Разве так можно? У вас же строгий отбор и все такое. А я его не проходил. Дружище, я же продюсер. И вижу, что вы нам идеально подходите. Поверьте. Я знаю, о чем говорю. Надо же, как быстро все решилось. Ну, пожалуйста, согласитесь, братан. У нас на съемке один день. Так что других вариантов просто нет. Вы ведь нам поможете? Примите вызов. Может, приз вас воодушевит? Даже не знаю. Приз это хорошо. Но я ведь вообще не в курсе, что нужно делать. Не беда, я вам все объясню. Правила очень просты. Если вкратце, это такая игра в догонялке. Только тут еще и загадки на каждом углу. Либо вы покинете нас с гордо поднятой головой и призом в руках, либо вас одолеет толпу врагов. Совсем не сложно, правда? Да, звучит интересно. А враги-то кто? А, вон они стоят. Это ученики местного колледжа. Из секции борьбы и легкой атлетики. Они нам каждый год помогают. Одни сильные, другие быстрые. Да, вижу. Я от этих хочу, мне надо будет удрать? Ну да. Если они не будут вам мешать, вы победите без особого труда. Это будет ужасно, кучный эпизод. Но не волнуйтесь. Есть множество способов от них оторваться. Надо только включить голову. Вы справитесь. Ясно? Похоже, придется попытаться. В этом и смысл. Прошу прощения. Помните, как вас зовут? Касуга. Касуга-са. А я не мадо, продюсер. Спасибо, что согласились помочь. Я опять ввязался в какую-то дичь. Это наверняка на долбе. Но, похоже, будет весело. Ну что, Касуга-са. Готовы к побегу из анаконды? Не, ребят, это какое-то издевательство. Эти автодиалоги... Ну, оригинал, короче, в два раза, чем русский перевод. Я тупо не успеваю его озвучить. Так, я готов. Да, мы готовы. Готов. Я вам устрою отличное шоу. Вы лучший. За мной должок. Только говорю сразу. Я обычный чувак. Мы черта не понимаем в актерской игре. И не умею позировать на камеру, ясно? Да ничего страшного. Искренние эмоции. Вот секрет успеха нашего шоу. Забудьте о камерах. Просто веселитесь. И все. Унишкин, поручаю нашего героя тебе. А мне еще надо все проверить перед съемками. Давайте я посвящу вас во все подробности. Да, было бы здорово. Да не, как бы он. Я даже и фразу научился уже запомнить их глазами. Прежде чем произнести полностью. Ну и да, озвучка тоже помогает, конечно, местами. Но не сильно. Потому что им слишком местами разнится и перевод. Или фразы в японской версии, они в другом порядке идут. То есть, то, что написано сейчас текстом на русском, это фраза, которую скажет Ичибан следующее. И так далее. Ну, это сделано для того, чтобы все более лучше в русском языке было. Это нормально. Я вот, когда на стрим перевожу японские игры, у меня там большая фраза... Фраза. Большой текст, состоящий из нескольких фраз. Я их тоже местами переставляю, чтобы звучали лучше. Это нормально. Вот, в общем-то, и все, что вам надо знать. Вот тут можно расслабиться. Название «Побег из анаконды» говорит само за себя. Это квест с побегом, который проводится в торговом центре анаконды. Вы должны добраться до финиша раньше, чем до вас доберутся преследователи. И по дороге надо выполнить разные задания. У вас ровно шесть минут на то, чтобы достичь цели. Так, погоди-ка. Какие предполагаются задания? Мы расставили по торговому центру компьютеры и контейнеры. На компьютерах можно пройти викторину, а для контейнеров нужно найти ключ или пароль. Вот и все. За выполнение задания начисляются очки. Чем больше наберете суммы, тем ценнее будет приз. Кстати, вопрос викторины касается самого торгового центра. Так что рекомендую заранее по нему побородить. Учтите, что на территории будут противники, который попытается вас поймать. Если хотите сорвать пуш, будьте готовы рисковать. Ясно. Значит, можно не рисковать. А можно поставить на кон все. Кстати, а что будет, если меня поймают? Конец игры? Нет. Нет, просто придется драться. Без риска для жизни. Но если что, по контракту мы не несем ответственность за последствия. Хе. Удобно, да? Даже если вы победите в драке, все равно получите штраф по времени на 20 секунд. Ну, а если проиграете, все 40. Если вас поймают, не сдавайтесь, пока время не вышло. У вас остаются шансы на победу. Понятно. Штраф по времени не позволит просто заскидать всех противников. Именно так. Лучшая тактика избегать столкновения любой ценой. Кстати, противники делятся на два типа. Бегуны, как не трудно догадаться, быстро бегают. Однако, их легко победить. А борцы, недлительные. О, сильнее. О, но сильнее. Ясно. Думаю, я справлюсь. Хорошо. По правилам, вроде бы, все. Если вопросов нет, можно приступать к съемкам. Вы готовы? Секундочку. Я уже готова. Но мне посоветовали перед началом съемок прогуляться по торговому центру. И я осмотрюсь. Можно я сначала осмотрюсь в торговом центре? Да, конечно. Давайте, ребята, осмотримся и запомним название магазинов. Потому что это, возможно, нам понадобится. Магазин PBC. ПБС. Трафная скамяя. Пскамяя. Так, магазин. Торстон. Так, джентльмены Гонололу. Каоли. Фидлер. Там, конечно, понятно. Ломбар сокровища на выбор. Абака Рондо. И компьютерный магазин. Ну, короче, погнали. Так. Готов. Главный приз будет моим. Хе-хе. А вот этот настрой. Как только окажетесь в стартовой точке, игра сразу начнется. Ни пук, ни пера. Чёрту. Господи, чем мы занимаемся? Вы готовы к побегу с Знаконды? Постарайтесь как можно быстрее достичь цели, выполняя задания, не уклоняясь от врагов. Задания можно найти на компьютерах, которые стоят по всему торговому центру. Чем больше заданий вы выполните, тем лучше будет награда. Успейте сделать как можно больше за 6 минут. Если вас поймают, вам придётся отбиваться. Стратите драгоценное время. При этом не слишком. Спешите. Если будет имитация по территории центра, врагам будет проще вас заметить. Иногда лучше замедлиться и перейти на шаг. Так, ой-яй-яй-яй. Так, ну вообще-то компьютер уже был там. Надо вон туда сначала. Так, тут компьютер. Посмотрим, какое задание он мне выдаст. Викторина. За неверный ответ штраф 60 секунд. Правда или ложь? Ломбард, сокровище на выбор, находится на втором этаже торгового центра «Анаконды». Ребят, мы его видели на втором этаже как раз. Кстати, мы не посмотрели, что на первого. Ну ладно. Правда, верно. Вы заработали 1 балл. Ну. Я будто знал, что понадобится запомнить название магазинов тут. Так. Знаете, что я вам скажу пока что? Мне реально сайды пока что в этой игре нравится больше, чем основной сюжет. Хотя основной сюжет еще не разогнался, но тем не менее. О, боже. Отлично. Что такое Торстон? Магазин головных уборов, если я ничего не путаю. Ребят, у меня есть чатик, так сказать, помощь зала. Да, насколько я помню, да, по-моему, это головные уборы было. Потому что ресторан точно нет, пластинки и тоже что-то помню. Так что верно. Так. А, а вот и порой. Постараюсь запомнить. Где-нибудь он мне точно пригодится. Так, что вы запомнили порой? 8, 7. А, 8, 9, 3, 1. Тихо. Ну, ладно. Тут что-то есть. Какая-то записка. И вода. Так, посмотрим. Поздравляем, вы получили 3 балла. И дистиллированную воду. Дайвин. Подарок. Ммм, божественно. Ну, ладно, че. Твою. Он как-то слишком быстро вернулся. Блин, я желал, что он пойдет туда-сюда, а он, блин, делает круто, так кажется. Опять штраф. Твою. И не ключ, отлично. Блин, а вот тут какая-то жопа. Так, нормально у нас еще куча времени. На самом деле, времени дают реально очень много. Поздравляем, вы получили 2 балла. И немножко, так, от эпохи. Свежайшего. А ничего, что он полдня тепле пролежало. Теперь нам нужно как-то здесь пойти незаметно. Почти что незаметно. Перепрыгнуть нельзя? Нет. Ну, свали уже. Блин, там еще один этаж оказывается. А, все. Ура, получилось. Идеально. Что такое? Поздравляю. Вы справились, поздравляю. 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 Просто отпад. Да, поздравляю. Не правда, молодец. Господи, перевод ужасен. 50 оттенково русского перевода слова омидето. То есть, поздравляем. Еще раз повторю, что мы очень благодарны вам за помощь, Касуга-сан. Вы оказались здесь случайно, но все вышло как надо. Невероятно, Касуга-сан, вы превзошли наши самые смелые ожидания. Я не сомневался, что вы справитесь. Но это было нечто. Да уж, он не только выполнил все задания и добрался до финиша, но еще и рекорд поставил. Эти кадры можно сразу отправлять на Пуст Продакшн. Я рад, что сумел помочь вам снять отличный эпизод. К тому же, это было весело. А вот и ваш главный приз. И мы еще немного добавили от себя. Спасибо. Думаю, этот выпуск будет просто бомбой. Вы обречены стать новой звездой из народа. Это совершенно точно. Я уже представляю следующий сезон. Кавамото, он же мистер Анаконда, против непобедимого новичка Касуги. Это же будет величайшее шоу всех времен. О, класс! Не начать готовить презентацию для начальства? Эй, ребят, скойте. На такое я не подписывался. К тому же, в шоу и другие люди хотят поучаствовать. Может, все-таки стоит дать им шанс? Тоже верно. Хороший вы человек, Касуга-сан. И все же, если надумаете, мы будем вам рады. Наши продюсеры вас руками оторвут. Ну, там видно будет. А сейчас не самый удачный. Что? Но ведь Энкура-сан главный претендент на приз нашего марафона на велосипеде через Америку. У него острый геморрой, а вы сообщаете мне об этом только сейчас? Вот, черт. Но это шоу могло бы потягаться с самим побегами за Анаконды. Слушайте, Касуга, а как у вас с велосипедами? Ну, знаете, мне пора уже. Ну, что, второй квест с велосипедами? Я только за. Потому что, ну, вообще-то он на велосипеде нормально с доставкой-то справляется. Так, следующий квест. Вон там. Здрасьте. Не, ну, слушай, ну, это торговый центр реально шикарный. Ха-ха-ха. Здесь полно уличных музыкантов. Похоже, у местных популярны. Укулеле. Так, да-да, привет, ребят, тем, кто только подошел. Добро пожаловать. Вокруг парня уже целая толпы. Всех слушателей себе собрал. Ну, наверное, он профи. Пожалуй, мне стоит послушать. Матвей, что? Кого? Ты про СиДжея из GTA San Andreas? Хоть солнышко светит, хоть капает дождь, я буду с тобой, ведь ты меня ждешь. О, отличная песня. Даже мы услышали пару слов, ребят. Хм, в итоге я прослушал все выступление до конца. Живая музыка. А это что-то? Вот повезло. Мэтт Тропико собственной персоной. Не каждый день тут выступают знаменитости. Он сегодня играет на улице, чтобы отметить выпуск альбома. У него скоро тур. Может, стоит купить билеты? О, так он знаменитость. Тогда понятно, почему здесь такая толпа. Думаю, мне тоже пора идти. Но? Эй, тебе помочь? Я придержу. Опускай. Не бойся. Да? Точно. Простите. Вот так. Прошу прощения за беспокойство и спасибо. Не думал, что эта штука такая тяжелая. Не-не, все в порядке. Кстати, ты же знаменитый певец. У тебя целая команда помощников. Почему это дело им не поручил? Если поранишься, то больше не сможешь играть на укулеле, и твоя карьера закончится. Да, тут не поспоришь. Мы не планировали этот концерт. И помогать нам особо некому. Я не хотел нагружать ребят лишней работой. Но ты прав. Если получу травму, концерт придется отменить. Хороший ты парень. Добился такой славы? Она совсем тебя не испортила. Заботишься о своих людях. В общем, уважуха. Да ладно тебе. Прямо захватил. Ну это правда. Нам все так и есть. Вы всегда стараетесь нам помочь. Даже после выступления. Но шоу окончено. Теперь наша очередь работать. Вы и так выложились по полной. Вам нужно отдохнуть, расслабиться. Мой запал еще не прошел. Но вы правы. Пора заканчивать. Спасибо за все. Приходи как-нибудь на концерт. Буду рад тебя видеть. Обязательно. Буду ждать с нетерпением. Удачи. Блин, тут как бы проблема в том, что ну... Тут потому, что слышно в японском. Они говорят на более уважительном. Типа на вы, но в тексте на ты типа... Ладно. Это сбивает с толку, конечно, иногда. Что ты делаешь? Да. Ты... Растит в тисканкотекюре. Я... Кого мы начнем? С этого жонглеры. Учитывая уровень, мы можем просто бить обычными атаками. Неплохо. И он еще жил. Смотри, не проморгай. Кстати, а то какой-то новый навык открылся. Твою! Каков! Чего? Я... Теперь вы знаете, как можно использовать. Ну, куда? Эм, да. Так, нам нужно тут немного отойти. Ну, там есть диалог, как раз его посмотрим. Да, здорово, народ. Здрасте. Что у вас есть интересное? Ничего. Страсть-четосы. О, не знала, что этот плеер уже в продаже. У него такие крутые характеристики. Кстати, надо бы к нему и новый усилок прикупить. Еще я ни слова не понял, но ты, похоже, здорово в этом сечешь. Ну, сейчас, в принципе, музыку можно слушать на любом телефоне. Но когда я стала вникать, как добиваться максимально чистого звучания, меня просто унесло. Похоже, там много нюансов. Ага, это целый мир. Но зато теперь я от музыки просто кайфую. И чабан, хочешь там послушать? Ух. Ага, понятно все с ней. Отлично. Эволюция, пробуждение, усиление. Кстати. Так, 10, 80, 20, 70. А, это материнки. Зетки. Тут еще интересного есть. Так. Лавы. Волк нет еще. Как-нибудь зайдем. О, а вот и гача. Так, это обычная, типовая, япония, ики вами. Так, ну вот эту мы можем покрутить. А, ребят, можно за местные билеты или за 5 косарей? Как в реальности, да? Ну, давайте. О, господи. Да. Такой гачи вы еще не видели. Таких анимаций. Так, ну, современные игры. Без гачи никуда. О, господи. Это реально кто-то с чем-то. Они гачу высмеивают. Напомню, это оффлайновая гача. Агент комитета? Чиво. О, хошь. Другой фиг. Бешеный. Другой охотник. Ну, где тут 5-звездочная? Чуть не сказал, 5-звездочная вайфу. Так. Так. Ну, ребят, вот как-то так. Вот такая, ребят, тут у нас гача. Гача с демонами. Да. Такой гачи вы, наверное, еще не видели. Так, что-то. Блин, еще ничего не появилось. Ладно, сделаем по-другому. Это самая смешная гача, которую ты видел. Так. Хм. А, ого. Аж здесь продолжается. Дай мне посмотреть. Ну, кстати, а можно и от первого лица? Ну, а, ого. Ну, ты что? Ну, а, ого. Ну, а, ого. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Опа Ты просто бесишь! Пожалуйста оставьте меня в покое Что тут происходит? мы настоящие панки не то что ты ради мечты вашим как кони вывозим свою группу на собственном горбу так что давай-ка ты поделишься с нами деньжатами ты променял свою душу на славу чувак теперь наверное не кисло бабла зашибаешь д что скажешь голем боль волкострел вот голем волкострел не надо так меня называть я мэтт тропика а то-то я не знаю кто ты был ведь правильным пацаном отрывался как надо играл крутую музыку а а давай ты станешь обратно големом волкострелом и мы от тебя отвалим как тебе идея до название имечка конечно интересная по-моему отличная нет уж с големом волкострелом я пока покончено да ну тогда гони нам деньги вали отсюда продажная твать я фанат а ты еще кто такой по моему там было я фанат мэта не очень расстроюсь если он получит травму и не сможет играть на укулеле как по мне это вы тут всех бесите так что отвалите от него и катитесь отсюда ложди доля ты хоть в курсе то ты крысу защищаешь чел поднял на своей всратой музыки сотни баксов если не тысячи мог бы и поделиться со старыми друзьями давайте сначала этому деду кармана обчисти ничего личного чувак просто умри так ну мы еще посмотрим кто сейчас может иди сюда и готов ну что усвоили урок чтобы больше и от вас такой принято а черт невероятно эй ты в порядке да спасибо похоже ты меня снова выручил кажется я не представился я на эту тропику но ты можешь свать меня мытью на а я косами часто к тебе цепляются такие вот придурки а еще и дети какие-то обзывались но ты слышал но прежде чем стать тем кто есть я прошел длинный путь у любой славы есть цепь наверное тебе не легко пришлось знаешь не хочу об этом знаешь не хочу говорить об этом здесь может пойдем сядем в бар и пообщаемся спокойно я тебя угощу благодарны за помощь если честно очень хочется кому-то выговориться раз он приглашает ну чему бы и нет ладно да с радостью пойдем пойдем супер да озвучка нет даже лучше для меня за нашу случайную встречу будем будем и тут я вспомнил киберпан да ты часто выступаешь на улицах и торговых центрах и нет с тех пор как я подписал контракт с лейблом стало как-то не до того но раньше для меня это было в порядке вещей последний раз я играл в таком месте когда отмечал выход своего нового альбома хова о правда вот это мне повезло послушать в живое значит ты прямо профи это круто не песня огонь всем понравилось тебя талант спасибо тебе на добром слове вообще за поддержку жаль что я не всегда играл укулеле ну как это понимаешь меня ведь не просто так дразнят достают всему виной мое прошлое твое прошлое ты занимался чем-то кроме музыки нет нет я всегда был музыкантом не просто сменил жанр раньше ударился башкой о микрофон здорово здесь это не было громко я был основателем дикого рока о как надо дикого рока это что-то вроде рок-н-ролла типа того вряд ли ты о нем слышал дело в том что я его сам придумал чтобы играть дикий рок музыкант должен слиться с природой и дать волю бури который бушует внутри не совсем догоняем но по описанию это сильно отличается от того что ты играешь сейчас слушай а почему-то решил сменить жанр если не секрет ты спас меня имеешь право знать об этом но тут и рассказывать особо не о чем ого всего пару лет назад у меня был панковский прикид лютая гитара и звали меня голем полка стрел но и не мог прославиться денег не хватало даже на аренду клуба я выступал где придется еще без толка и времена я жил диким роком когда кто-то не получалось не просто орал во всю глотку так я выплескивал наружу весь свой негатив ну а чтобы показать свое единение с природой не придумал всякие безумства ходил в ожерелье из картошки рвал ел траву да звучит не особо привлекательно так вот почему дети называли тебя мистером картохой да и через многое прошел но сейчас ты можешь оглянуться назад и нет я бы хотел стереть свое прошлое даже дай к сумме меня всегда хотел писать музыку которая вдохновляет людей трогать их за сердце моих песнях были всевозможные эмоции не хотел помочь людям обрести уверенность себе и бросить вызов страдания вкладывал дикий рок всю свою душу но музыка которая никому не нужна это не музыка это просто белый шум если твои песни не трогают сердце них нет смысла и как раз когда я это понял в моду вошел такой вот софт-поп на укулеле я подумал что это мой шанс заработать денег на музыке который все слушают я набрался смелости заложил свою любимую гитару и купил укулеле так вот как все было я уже умел играть на гитаре поэтому без труда освоил похожий инструмент потом меня заметили не стал знаменитым никогда я не был так популярен как сейчас но как только я прославился люди из простой жизни стали издеваться надо мной теперь я понял почему те придурки тебя донимали и почему дети дразнили они как будто осыпали соль на старую гниющуюся рану не дают мне забыть мое темное прошлое чувство не из приятных сам понимаешь да уж представляю скорее бы все забыли что когда-то я играл дикий рок музыка имеет смысл когда у нее есть слушатели сейчас я на верном пути жаль не ступил на него раньше эх зря я испортил тебе настроение прости видимо выпил лишнего спасибо что составил мне компанию я хотел тебя отблагодарить а в итоге начал грузить на тем на ней все в порядке и узнал много нового музыки песня ты пишешь отлично продолжай в том же духе вот спасибо следующий раз расскажи мне хорошо он сказал что в музыке это никто не понимает нет смысла может он не прав но я сомневаюсь и танцевать сакуа и 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 господи что с ним любитель кончиков король обжор я а 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 давайте посмотрим что тут за диалог а вкус от уме за вы давайте а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, сегодня у меня встреча с организаторами... Да ну... Ну да... В этот раз мы хотим устроить концерт на пляже... Если будет время... Приходи обязательно... Звучит прикольно... Я приду... О, концерт на пляже, ребят... Что? Прошу прощения... Ты... Голем Волкострел? Что задумал этот пацан? Тоже будет дразнить... Мы-то... Не выкрикивать... Картофельное прозвище... Надо бы за ним посмотреть... Я... Я твой фанат! Голем Волкострел! Рулит! Что? Что? Я часто слушал тебя... На... В той паркорке... Правда? Хотел бы я снова услышать... Дикий рок... Мистера... Голема... Прости, дружок... С этой музыкой... Я распрощался... Что? Теперь я... Мэтт Тропику... Голема Волкострела больше нет... Понятно... Прости... А зря я спросил... Кажется парнишка очень расстроился... Если увижу его в городе... Хорошо в чем дело... Так... Чего? Жесть... Какую жопу нас отправляют... Ну да... Деньги идут на такси... О! Так... Стоять! Тут вижу очень много луты... Идеальная машина Томми Зэма... Эта байка хорошая... Мэтт Томми так делается... Какая дичь... Какая дичь... Да... Моя тяга... Какая дичь... Так... Моя дичь... Всем привет! Многие еще могут... Убить много денег... Все могут... Все могут... Убить... Убить... Все... И пойдем, ребят, всем жарить шашлыки на природе. Мы нашли поношенные трусы. Хотя, чего мы ожидали, капаясь в мусоре? Нет, тут реально, если собирать луту надолго. Вот, и что, что-то. И что, что-то. Стоять. Ну, кстати, раз мы тут, можно зайти в камулопу. Так-так, то у нас тут по предсказаниям сказочное везение 3, большое везение 3, простое везение 1, невезение 6, итог 29. У меня есть для тебя призы, вот, смотри. Ну, что-то такое себе. Бито спокойствие. Стоять. Тут еще одна. Так, ребят, мы наткнулись на мини-босик. я думал чем больше соберем тем больше появится призов а 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 да да огонь так все ребят вернулись и м в да и да я ухо хороо твою же бедный кире 50 баксов ключ от сейфа руководство лично а ну да давайте его завербуем блин это первый отказ надо же убежал может ему не понравился мой сюзи подарок алькиって и кагиの頃はこういう腹っ端でゴロゴロ転がって遊んだなぁ 結構安泊だったんだな 怪我とかしろがったの傷だらけだったけどあの頃は楽しさ優先だったからな まあ俺もそんなもんだったかも また昔みたいにバカやりてぃ 俺からしたら今も十分バカやってるように見えるけどな それはお互い様さ 死なねえ程度に楽しくやろうぜ お互い様さな お互い様に О, тут прикольно Манга в Штатах Ух ты, тут продается японская манга на английском У нее даже обложка другая Вот это круто Здесь вообще любят мангу Я не могу по телеку показывать О, я не знал А ты мангу читаешь, Томи? Бывает Что было о чем поболтать с пассажирами? Серьезно, что ли? Ну надо же Если японцами надо быть поосторожнее Они обычно знают, что там в новых выпусках И всю интригу разболтывают Да, ребята, они могут спляхнуть Например Те, кто играет в японскую версию кисеки Могут спойлернуть то, что будет в английской версии кисеки через года три О, здесь продаются комиксы Даже японская манга есть Интересно, почему экземпляры для продажи за рубежом выпускают с другими обложками? Не знал, что ты любишь комиксы? Люблю У меня на телефоне полно манги, которой уже нет в магазинах Это удобно, можно читать где угодно и когда угодно Удивительное время живем Ха, ты сейчас говоришь Прямо какие? А посоветуй что-нибудь почитать Если выбирать из доступного в сети, я рекомендую вот это Это же комедийная манга Там одни тупые шутки и никакого сюжета Ну да, так и есть Я люблю посмеяться Что в этом плохого? Не-не, я их тоже обожаю Даже не думал, что эта серия до сих пор выходит Ну, вообще-то там про школьников Ну, ладно Ну, перевод немного неточный Мам, я не хочу ложиться на операцию Не уезжать тоже не хочу Что? Это будет больно А вдруг я вообще умру Мне страшно Этот мальчуган, который сказал Мэту, что любит дикий рок Это же ради твоего блага И если не сделать операцию Тебе станет хуже Ты что, не хочешь выздороветь? Хочу, но Слушай, ман Ты иди пока в машину, хорошо? Я постою тут немного По душу свежим воздухом Ну, ладно Только схожу за лекарствами Вот, возьми на всякий случай Ключи от машины Окей Как же мне страшно Я не хочу умирать Так, ладно Эти ребята уже достанем Блин, я что-то сейчас подумал Про девочки и пушки Где-то можно скидывать противников с арена Надеялся, тут тоже можно будет То сейчас в воду Нельзя Я планирую И где-то Добавил Я планирую Я планирую Тебе 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 Он упал гирю надо бы похилить надеюсь он уже а вот из бурбики на твеже так ребят кому жареная рыбка а и и и и и и Квою жопу. Квою жопу. Квою жопу. О, 7-7 баксов. Надо цирку на льду. О, этого тоже можно. Ну, давайте попробуем. О, неплохо. Почти полная полоска. Идеально. Не, ну это успех, ребят. Очивка за 10 у димонов. О, нет. О, блин, что-то квест длинный какой-то. Эй, что стряслось? С тобой все в порядке? А вы кто такой? Спроси, если напугал. Нека особо. Я случайно услышал ваш с мамой разговор. Мне стало интересно. А я, Пит. Это вас я видел с мистером Големом. С Ким Големом. А, точно. Это прежний псевдоним Эки. Суда! Ну да, это был я. У тебя хорошая память. Спасибо. Так, значит, ты... Чем-то болеешь. Ну да. У меня с рождения здоровье слабое. Постоянно в больницах лежу. А сейчас вот стало совсем плохо. Врачи говорят, надо ехать в Техас на операцию. Ну, мне так страшно. Знаю, что нужно быть смелым. Но никак не получается. Вот оно что. Видимо, операция ему просто и серьезная. Понятное дело. Паренек напуган. Как бы его приободрить. Ой. А это что такое? О, простите. Это напоминалка, что я должен принять лекарство. Ни фига себе напоминалка. Такой бутильник надо поставить. Очень мерзкая. О. Вот это... Тяжеляк у тебя рубил. Это песня, неужели? Да-да, это песня мистера Голема. Обожаю я. Из-за своей болезни я целыми днями сижу дома. Рядом есть пустырь. Там иногда выступал мистер Голем. Нету песни я несколько раз слышал живую. Вы, наверное, соседи фигели. Действительно. Мою маму он дико раздражал. Она говорила, что он ужасный. А мне нравится. Там еще надо слушать текст. Эта песня про радость и волю к жизни. Она вдохновляет меня продолжать бороться. Я всегда слушаю ее перед тем, как лечь в больницу. Правда? Он сказал, что покончил с диким роком. Но я все равно люблю его. И ту музыку, которую он делает сейчас тоже. Но перед операцией я бы хотел еще разок услышать, как мистер Голема играет вживую. Голем много для тебя значит, да? Да, он мой герой. Его песни всегда поднимают мне настроение. Мэтью называл свое прошлое темным. Он говорил, что его музыка никого не вдохновляла. Выходит, он все это время ошибался. Пит, ты почему до сих пор здесь? Я уже начал волноваться. Тебя так долго не было. И вообще, нам пора домой. Ага, иду. Ну все, мне пора, увидимся. Ну, ребят, сейчас концерт устроим. Интересно. Где сейчас мы идем? Так, правильно напоминал, когда от лекарства жизнь зависит. Ну, да. С такой напоминалкой точно не забудешь. А, вот он. Ребят, из-за одного конца карты нам практически в другое надо пойти. Блеск. Квест действительно длинный и прямо разбросан. По всей карте. Но он прикольный. А это самое главное. В ломбарде. За своей гитарой пришел, что ли? Ага, вот она. Гитара просто зашибись. Такое можно и череп проломить. Привет, Касабе. Не ожидал тебя здесь встретить. Ты покупаешь гитару? А как же? Укулею? Нет. Я не брошу укулею. А к этой гитаре я больше ни за что в жизни не притронусь. К этой. Да, вообще-то. Это самая гитара, на которой я играл в дики-рок. Так это ее ты заложил, чтобы купить укулею? Ты? Гитара просто чумовая. Странно, что ее никто не купил. Ага, типа того. Я взял ее за дешево, а потом прикрутил к ней кучу всякого. Такое вот безумие в итоге получилось. Вряд ли она кому-нибудь приглянется. Думаешь? Послушай, Мэтью. Ты вот говоришь, что хотел бы истереть свое прошлое. Говоришь, что дикий рок никому не нужен. Но это не так. Еще как нужен. Я просто не в курсе. Чего? Помнишь, к тебе подходил парнишка в очках? Так вот, я встретил его в городе, и мы поговорили. Он серьезно болен. И подолгу не выходит из дома. Он живет рядом с пустырем, на котором ты раньше пел. Он тебя слушал, и твой дикий рок придавал ему сил. Поэтому он стал твоим фанатом. Правда? Да, скоро он уезжает из города. Его ждет сложная операция. И он насмерть перепуган. Никак не может набраться смелости. Слушай, я не стану указывать тебе, что делать. Но знаешь что? Тот мытью, который лопал дикий рок, был нереально крут. Даже если какие-то дураки обзывают его по-всякому, тот, кто способен подбодрить ребенка, настоящий герой. Надеюсь, когда-нибудь ты станешь вспоминать свое прошлое с гордостью. Ты отличный музыкант, дружище. Хороший ты парень, скажи я. Ладно, я пойду. У меня полно дел. Ну, я буду ждать тебя на концерте. Парнишка этого с собой приводи. Не знаю, оправдаю ли я ваши ожидания, но постараюсь выложиться по полу. Хорошо. Да. Раз мы тут, давайте продадим мусор. За 50 баксов? Не, я лучше его оставлю себе на память. Спасибо за переговорами. Спасибо за переговорами. Ой, спасибо. Ну, ребят, подарили мы не торчик. Нормально. Так. И где? А что-то я его нигде не вижу. Ну, ты не говорите мне, что в другое время суток. Уличные артисты такие классные, особенно фэрщики. Продолжение следует... Я не знаю, но... Кендама... Кендама... Это... Кендама... Да... 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 Эм... Да... Нету... Потому что будет тут же, просто нужно отойти подальше... Это что по деньгам? Это счет 300... Где около центра ты видишь? Это если что с пылесосом, это не то... Нужен такой же значок... Так, ладно... А, ну вот, тут написано, да... Нельзя продвинуться дальше... Влеск... Надо ждать день... Ну, его засчитываться... Нас ждут еще... Ну... Возможно, да... Из-за... Сюжета на пляж... Хотя, блин... Сюжет тут... Так что он мог устроить это в другом месте... Ну, или это просто реально будет днем... Заботливый чебан... Долго же мы сюда шли... Читян, ты такая... Читян... Ооо... Нормально... Только... Ноги... Немножко болят... Давай поищем, где можно посидеть и отдохнуть... Правда? Вот, спасибо... Да не за что... Мне как раз пить охоты... Очень внимательно нечего... У тебя получается таким быть... Мне просто покупают так, как считаю нужным... Иногда сую нос... Все делаю, все порчу... Вообще... Я живу ради того, чтобы помогать другим... Ого... Тогда, может, возьмешь мне... Мороженого с фруктами... Почему мне кажется, что я сам... Забрел в эту ловушку... Так, отлично... Так, ладно, давайте перерывчик и пойдем дальше...